Здравствуйте! Хочу поделиться с вами одним очень простым приспособлением, которое облегчает ремонт импульсных блоков питания, компактных люминсцентных ламп и светодиодных ламп. Первым делом хочу рассказать, что стало предпосылкой для создания этого приспособления. В процессе ремонта импульсных блоков питания требуется ограничить ток в цепи питания 220 В, для исключения выхода из строя активных элементов, транзисторов, шим-контроллеров. Для этого обычно используется лампа накаливания. Обычно это выглядит вот так. Все это неудобно. Лампа накаливания катается по столу, лишние провода. Поэтому было изготовлено простейшее приспособление. Вот схема этого приспособления. Ничего сложного здесь нет. Сетевая вилка. Два патрона для ламп с цоколем Е14 и для ламп с цоколем Е27. Сетевая розетка и вилка-заглушка. Для чего этого приспособления нужно два патрона для ламп с разным цоколем и для чего нужна вилка-заглушка, будет рассказано далее. Вот так выглядит само это приспособление. Теперь расскажу о применении этого приспособления при ремонте импульсных блоков питания. Для ограничения тока патрон устанавливается лампа накаливания, а в розетку подключается ремонтируемый импульсный блок питания. Тут все просто. При возникновении короткого замыкания в подключенном устройстве лампа накаливания ограничит ток и защитит от выхода из строя активные элементы блока питания. Второй вариант использования этого устройства – стенд для ремонта и проверки компактных слимсцентных ламп и светодиодных ламп. Ремонтированная лампа устанавливается соответственно в патрон Е14 или Е27. В розетку включается вилка-заглушка. И можно приять лампу на работоспособность. Кстати, удобно у светодиодной лампы приять светодиоды. Лампа закреплена и не катается по столу. Данное такое простое приспособление может быть изготовлено в течение одного часа и облегчит труд тем, что занимается ремонтом импульсных блоков питания или светодиодных ламп. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...